Медведь ест хлеб. У него есть мышь. Этот паук пьет воду. Лежала только что, себе никого не трогала. Занимаюсь, кстати, английским сейчас. Стук в дверь. Звонок очень-очень тихо работает, поэтому не особо слышно что-то. Подхожу к двери и спрашиваю, кто у нас на лестничной площадке, на нашей именно, перегорела лампа. Соответственно, в глазок не видно, кто к вам пришел. Мне отвечает милым голосом девушка, что она из какого-то пенсионного фонда. Фонда, бла-бла-бла. Я говорю, нет, спасибо. Она с меня поржала. И я с себя. Снимаю на старую свою камеру. Это какой-то ужас. Она, короче, у меня умерла. Она у меня упала. Отлетела вот эта штука, которая закрывает объектив. Соответственно, здесь пружинки поотлетали. В общем, все поотлетало. Я собрала в пакетик. Мне так жалко покупать новую. Нет возможности сейчас. Нужно нести в сервисный центр. Что-то мне вообще не везет с камерами. У меня такой сейчас бардак. Я, короче, собираюсь в поездку. Я думаю, уже можно, в принципе, сказать, куда. В Краснодар. Поеду к Аленке. На самом деле, конечно же, нет. Мы с ней даже не знакомы. Мы едем туда с сестрой. Снова по делам. Ну, интересно даже посмотреть на Краснодар. Где живет Аленка. Я, в общем, вся в сборах. Уже сняла видос даже, что буду брать с собой, что лучше брать с собой. Именно такой минимальный комплект. И подустала собираться. Как бы это смешно не звучало. Короче, решила себе сделать минутку паузы. Взяла намыла себе виноградик. Если видно там среди бардака. Буду сейчас его хомячить и смотреть, конечно же, Аленку. Сумки я еще не собрала. Как вы видите, тут бардак полный. Буду собирать, наверное, завтра. Уже начиная с сегодняшнего дня буду искать Бла-Бла-Кар до Ступина. Порешаю дела в Ступино по документам. И потом мы уже едем в Краснодар. Всем доброе утро. Я уже собираю сумку. И столкнулась с такой проблемой, что Бла-Бла-Кар на завтра нет. Вернее, они есть. Но они очень поздно. Меня это не устраивает. И, скорее всего, придется ехать на автобусе. Печаль. Используйтесь на автобусе. Пришли в ФМС, посмотрите, понедельник с 9 до 18, а нас выгнали, сказали, что понедельник, выходной день, обед, посмотрите, перерыв с часу до часу. Следующий день, все закрыто, хотя по графику написано работают. У замначальника спросила, девушка из выдачи работает на два кабинета, сказали, ждите. Наконец-то надо мной сжалились и выдали за гран. Не получается у нас поехать. Куда мы планировали, короче. Вот так вот сказала заранее, теперь, как всегда.